Друзья, всем привет из Узбекистана! Всем привет! Вы на канале о путешествиях BigTripVlog! Мы находимся в столице, город Ташкент. Здесь мы немножко прогуляемся по городу, а также покажем наш классный отель. Ребята, мы остановились в отеле, который называется Inspire. Посмотрите, какой красивый дизайн отеля. Он совершенно новый, открылся буквально два месяца назад. Выполнен в таком местном колоритном стиле, с красивыми узорами. Здесь бутылок фонтанчик небольшой. Есть парковка, причем есть парковка для электрических важен. Можно их прямо здесь заряжать и для обычных. Сейчас проходим внутрь. И оказываемся в богато украшенном холле, с красивыми хрустальными люстрами. Здесь у нас бар, ресепшн, где вас быстро оформят, зарегистрируют. Здесь небольшая красивая зона ожидания в виде сапы, весел. Робот-помощник, который, видимо, пойдет небольшую экскурсию по отеле и расскажет, где он находится. Здесь на первом этаже располагается, во-первых, ресторан, где можно и поужинать, и позавтракать. Но мы туда отправимся с вами позднее в той стороне. Здесь также есть бизнес-зал, где проводят различные конференции, форумы. Есть банкомат. Всего их несколько на территории. Некоторые за отелем. И вот здесь один стоит тоже. Также здесь есть лестница. Давайте спустимся вниз и посмотрим, что там есть. Здесь тренажерный зал. Стоит большая колонка, то есть можно заниматься под музыку. Кулер, чтобы пить водичку. Когда вы занимаетесь спортом, большой выбор тренажеров. Есть и силовые, и беговая дорожка, и эллипсоиды, и гантели. Большой просторный зал, достаточно светлый. Мне кажется, что в следующей проездке я все-таки начну брать с собой спортивную форму, потому что я чувствую, что на самом деле сейчас тяжело выдерживать переезды и в автобусах, и в поездах. И все это связано со здоровьем, физическим состоянием. Особенно, когда не занимаешься трекингами, а просто такие, вы знаете, больше городские экскурсии. Необходимо как-то сдержать баланс, поэтому я думаю, что в следующей поездке обязательно будут брать с собой форму и по утрам еще заниматься. Сюда мы отправимся позднее. Там уже находится фитнеская сауна, хамам. Ну, такой фитнес-зал, поэтому есть место, где бы заниматься спортом, есть место, где поплатить, потому что есть бассейн. Можно еще и массаж заказать себе дополнительно. Ну, а мы сейчас с вами пройдем в номер, и я вам его подробно покажу. Наш номер располагается на четвертом этаже. Здесь у нас везде зероголовки личные. Покажу номер, потом мы сходим в спа, потом позавтракаем и уже будем гулять. Давайте пройдем в наш номер. Наш холл очень красивый, с многочисленными картинами, с изображением Узбекистана. Вот наш номер 420. Очень красивые двери и весь дизайн. Кстати, видите, здесь сразу кнопочки есть, то есть регистрация, чтобы не беспокоили, уборка. Пройдем. Смотрите, какие ручки у нашего двери. Отель всего лишь два месяца, поэтому здесь вообще все абсолютно новое и красивое. Мы заходим в нашу комнату, это полулюкс, и то, что мы видим, это у нас там главная комната. Здесь у нас огромный шкаф. Сейчас я вам покажу, что находится в шкафу. Очень много вешалок. Большая ложка, наконец-таки большая ложка для обуви. Это просто наша боль, потому что обычно во всех отелях только маленькие ложки. Фонарик, не знаю, для чего он может пригодиться. Щетка для чистки обуви. Здесь наш чемодан. Здесь огромное еще количество полочек, одеяло. Тут наши сумки, есть сейф. Ну, честно говоря, мы очень редко пользуемся сейфом, он вообще никогда. Так, здесь у нас комната еще одна, это туалет. Видите, здесь у нас кнопочки тоже от этой комнаты есть. Раковина, тупочка, унитаз и зеркало. Есть также здесь розетка, полотенчики, все это есть. Так, дальше проходим. Здесь у нас получается полочка для обуви, тоже для рюкзаков, чемоданов. Кстати, еще хочу отметить, замечательные шкафчики с доводчиками. Очень удобная система и, насколько я знаю, очень дорогостоящая. Розетки некоторые спрятаны. То есть, вот так нажимаем на кнопку. Здесь розетки, USB. Также есть кофемашина, можно сделать себе кофеечек. Также чай можно сделать, потому что здесь есть еще чайник. Также предусмотрена вода для гостей. Стаканчики чистые. Даже открывашка. Помимо этого, у нас есть еще холодильник. Он у нас, правда, пустой. Мы только заехали. Но остальные шкафчики просто полочки. Можете их нажать всем тем, что пожелаете. Огромнейший телевизор. Кстати, хочу показать вам эту общую комнату. Она огромная. Так, здесь у нас столик журнальный, кресло. Здесь рабочая зона. Также вот тут, видите, есть розетки. Лампочки очень сильные. Кстати, видно, да, что такое больше стиль модерн, можно так сказать. Здесь меню. Но мы с вами пойдем сегодня поужинать в ресторан. Но так можно сюда тоже заказать. Цены вполне приемлемые. Там вот, например, какой-то салатик 23 тысячи. Это получается 150 рублей. Для такого отеля бизнес-класса это, конечно, небольшая цена. Здесь у нас панорамные окна практически. Видно, как строится мечеть. Тоже под местную архитектуру. Здесь весьма чистый район. Вот еще очень необычно. Здесь есть увлажнитель воздуха. Представляете, увлажнитель воздуха. Я, честно говоря, такое впервые вижу. В отелях тоже лампочки. Везде одного стиля выполнены. Здесь отдельно они включаются. Также отсюда можно вызвать уборку номера. Эти шкафчики у нас тоже здесь с доводчиками. Можно пользоваться. Тумбочка есть и с одной стороны кровати, и с другой стороны кровати. Красиво оформленный светлый номер. Просто очень красиво. И ручка с блокнотиком. Здесь также расписаны дополнительные услуги. Что есть турецкий хамам. Также можно в фитнес-зал посетить. Можно сходить на массаж. Мы, кстати, себе взяли сауну сегодня и взяли себе еще фитнес-зал. У них один вход, поэтому туда и туда зайдем и сможем вам показать. Вот такая вот кровать. Тоже ортопедический матрас. Она огромнейшая. Видите? Здесь спокойно 4 человека, мне кажется, поместится. Так, и это еще не все, потому что у нас есть еще одна ванная комната. Ну, там был скорее просто унитаз. А здесь есть, видите, большая ванная, душ. Посмотрите, есть и шампунь, кондиционер, гель для душа. Поэтому заранее об этом не нужно заботиться. Тут различные есть щетки, зубная паста, шапочки. Вообще все необходимое. Ничего особо брать не нужно. Даже зеркало у нас с подсветкой идет. Я так, правда, не научилась нажимать эту кнопочку. Это вот, чтобы распотевало зеркало быстро. Ага, вот получилось. Видите, с подсветкой. Так, сейчас здесь у нас раковина, тоже полочки, мыло, стаканчик для зубных щеток и унитаз. Не знаю, для чего здесь нужен телефон. И весы, кстати, еще, ребята, еще весы. Заодно-ка, скорее всего, зашел в Кирилл. Долго-долго показывали комнату. Потому что она большая, красивая, светлая. Пришел хозяин этого номера на одну ночь. Пришел позвать принцессу-малушку на завтрак, который мы собираемся. Ну, ладно, я думаю, наш номер тоже показал. Да. Ребята, дело в том, что мы хотим в Узбекистане сделать на меня банковскую карту. Но для этого необходимо получить регистрацию в отеле. Необходимо получить ИИН. Это налоговая, получается, номер для иностранного граждан на территории Узбекистана. И также еще необходимо будет получить вовременный номер телефона, который будет действовать постоянно, а не в течение 30 дней. Без вот этого ИИН его нельзя получить. Можно только на короткий срок. И также еще необходимо будет оформить саму банковскую карту. Вот. Поэтому решение было такими. Сейчас я иду позавтраку. Кирилл пойдет завтракать позднее. И я поеду по делам. А потом мы снова встретимся. Расскажу, получилось ли не получилось. И пойдем гулять уже, соответственно, по городу. Для начала я вам покажу, чем здесь угощают. А потом уже буду сама себе выбирать вкусности. Ну, как видите, здесь очень много хлопьев. Необычная сладость, по всей видимости. Что-то типа халвы. Но не из семечек, а из фисташек. Потому что я там вот фисташки вижу. Леденцы, клубника, яблоки. Здесь у нас получается, скорее всего, каша. Если были в Азии, южные, я бы подумала, что там будет какой-нибудь куриный бульон. Но мы в среднем Азии, поэтому здесь нас ожидает более такой русский завтрак и кашка. Здесь у нас вареные яйца, жареные сосиски, блинчики, сырники. Вкуснотища какая. Овощи на пару. Что-то вроде пиццы. Рис и куриная саде. Это для тех, кто любит завтраки в джеле. Также у нас здесь есть различные маринованные овощи, грибочки, огурчики. Тоже все выглядит вкусно. Но нам завтракать такое, конечно, не ем. Здесь у нас творог, масло, свежие овощи, свежие фрукты. Вот это вот интересно, что такое. Что-то как желе получается. Здесь мусс у нас, йогуртики. Различные виды хлебушек. Не знаю, нарезка. Ну и, конечно, очень богатый завтрак. Смотрите, еще есть только раз, два, три, четыре. Четыре вида сыров. Это, конечно, очень круто. Здесь у нас различные орешки. Миндар, кунжути, обычная голова. И еще отдельно стол с выпечкой. С творожным, рогалики, варенье, шоколадное касты, соки, вода. И, конечно же, респрессо, как уйти на очень кофемашинах. Поэтому сейчас я себе сделаю кофе-юк, буду завтракать и еду к делам. Ребята, смотрите, что я себе взяла. Я взяла себе манную кашу с клубничкой. Здесь у нас сырника, два вида сыров, жареные сосиски. Взяла вот эти два вида халвы. Одну из фисташек, вторую обычный семечек и булочку. Вот такой у меня завтрак. Уверена, что у Кирилла он будет более плотный и насыщенный, чем у меня. Но в целом мы по утрам не привыкли есть очень много. Хотя перед такими завтраками очень сложно устоять. Вы видели высокий ассортимент. Поэтому это очень здорово. Когда завтраки вкусные и это прибавляет тебе бодрости и энергии сегодня. А сейчас, знаете, куда мы направимся, хотим вам показать еще спа в этом отеле. Ну как спа? Здесь есть бассейн, хамам. В общем, такой релакс. Взываем в лифт и поехали. На самом деле полноценный спа. Там можно на допустимую плату еще сказать массаж, гидромассаж различный. Но у нас включен хамам и бассейн, поэтому губы не раскатываем. Очень жаль. Вооружились мы уже халатом, полотенцем и направляемся в бассейн. Все здесь очень красиво. Вся мебель новая, потому что отелю только лишь два месяца. Поэтому красота, конечно, страшная сила. Сейчас я нахожусь в переодевалке мужской. Отдельный ящичек. Ну все, переодеваемся и увидимся уже у бассейна. Ну вот так выглядит помещение. Здесь есть бассейн, джакузи, есть хамам, есть сауна. Такое красивое просторное помещение. Выложено из мозаики, подсвечивается все, играет музыка. Такая, знаете, прямо галоритная что ли обстановка, бассейн, уютный. Все в мозаике красивый. Не терпится посмотреть хамам. Ну все, поднимаемся уже обратно наверх. На самом деле, одного часа, который нам предоставляет отель, вот так вот вполне достаточно, чтобы посетить обе сауны, поплавать в бассейне. Кстати, единственный маленький недостаток, потому что бассейн совсем-совсем не глубокий. Буквально по пояс. Вот и так все очень-очень понравилось. Тебе как? Ну, во-первых, сюда. Ну, пожалуйста. Мне очень понравилось. Все новенькое, шикарное. Видно, что недавно только это все сделали. Да, внутри, конечно, очень красиво. Это правда. Чисто, это очень здорово. Ну, сейчас вот мы идем в холле. Вы видите, здесь тоже, конечно, красота со всех сторон картины. Очень широкий проход, ковры. Все, будем собираться и пойдем гулять в город. Недалеко от нашего отеля располагается одна из главных достопримечательностей столицы Узбекистана. Хазрет Имам. Это такой комплекс. Где есть мечеть, медресе, то есть учебное заведение, библиотека. В общем, по-восточному украшено. Очень интересно прогуляться и посмотреть. При входе в мечеть есть небольшие правила, которые стоит соблюдать. Это говорить негромко. Потом, в соответствии, в случае одежды здесь находиться. Снимать обувь, прежде чем вы заходите. Территория этого комплекса очень большая, около двух гектар. Везде можно гулять, смотреть. И, насколько мы знаем, лишь одно помещение, которое здесь находится, оно платное. Там находится Коран. Это помещение библиотеки. Возможно, мы сейчас там тоже побываем. Стоимость входа к Корану стоит 30 тысяч сум. Небольшая сумма, примерно 10 рублей на наш. Давайте пройдем и посмотрим. Все, отпускаем Томочку. Остальные комплексы, они абсолютно бесплатные. Но так как это какой-то уникальный Коран, то, естественно, здесь сделали платный вход. Перед входом необходимо снять обувь. Это, кстати, одна из главных причин, почему мы не очень любим ходить в такие заведения. Потому что всегда с этим сложности. Особенно, если это не шлепки. В Азии это с этим попроще. Рассказываю. Причем рассказываю не только тебе, а еще рассказываю нашим зрителям, которым, к сожалению, не удалось с ними пообщаться внутри этого комплекса. Так как видеосъемка там запрещена. Это действительно Коран. Это большая такая книга. Посреди комнаты стоит. Ну, я думаю, вы видели на видео. Собственно, это все. Больше там ничего нет. То есть ты можешь к ней подойти, на нее посмотреть, полистать. Ты ее не можешь, потому что она находится под таким, знаешь, стеклянным куполом. Ну, это, скорее, не купол, а просто такой короб. Поэтому полистать нельзя. Просто посмотреть. Ну, уникальность этого Корана мы знаем, что подтверждена даже ЮНЕСКО. Это единственный сохранившийся Коран, который до этого перевозили в другие страны. Он был из Санкт-Петербурга. А потом его привезли в Ташкент. Сейчас мы находимся в медресе, который называется Барак Хана. Здесь изучают детишки Коран и так далее. Но на текущий момент здесь очень много лавочек с различными сувенирами, мастерскими. И кое-что мы сейчас вам покажем чуть более подробно. Мы сейчас зашли в мастерскую одного из мастеров. Расскажите, пожалуйста, чем вы тут занимаетесь, что у вас есть, что вы на тарелочке? Здравствуйте, дорогие подписчики. Вот, как видите, в нашей мастерской вы можете видеть только всю рушную работу. Мы сами мастера, художники. И вот я тоже художник-мастер. Я рисую разные миниатуры, орнаменты вот такие, вы можете посмотреть. Например, вот такие тарелочки мы рисуем. Это называется лаковая миниатура узбекско-национальная. Также мы еще занимаемся резьбоподзированием. Например, вот такие все орнаменты мы сначала рисуем, потом у нас есть коллеги, которые занимаются с резьбой. И все эти картинки, как бы сказать, со смыслом, можно сказать. Вот здесь, например, называется на узбекском, это означает, что человек должен учиться с рождения до смерти. Вот, когда у нас в Узбекистане ребенок рождается, и потом уже начинается, вот, родители учат ему, говорит, писать или что-то. И еще вот деньги еще, где-то 15-16 лет можно еще зарабатывать. А еще вот здесь, в университет, в колледж или куда-то еще поступают. И все. Вот это все происходит в мире, да? Круговорот. Да. Это наша национальная миниатура. Эта картина нарисована на старинной бумаге, которая сделана больше 100-150 лет назад в Самарканде. Если вы знаете, это с II века в Узбекистане, в Самарканде, начали производствоваться бумаги. И эта бумага в мире была на втором месте. На первом месте китайская бумага, а на втором – это наша узбекская, самаркандская бумага. Эту бумагу люди называли шелковой бумагой, потому что эта бумага сделана из тутовника. Из тутовника люди берут шелк, да? Все по одному, все вручную нарисовано. И вот здесь мы использовали настоящее 24-каратное золото. Около полтора грамма или два грамма. И это около мы шесть месяцев. Шесть месяцев и больше. У нас есть еще такая вешка. Вот они сделаны из тыквы. Из несъедобной тыквы. У нас в Узбекистане есть две сорты тыквы, которые можно есть. Это съедобная тыква. Обычная тыква. А это дикая тыква, несъедобная тыква. Но из этой тыквы можно делать разные вещи. Например, клетка для перепел. Это клетка для птичек. В основном в таких клетках сделаны из тыквы. Люди это хранят. И еще декоративные вещи можно еще сделать. А вот смотрите. Здесь тоже тыква. В таких тыквах раньше люди на караванах, люди с собой возили... Пить? Да. В воде. В кожаных контейнерах. Но когда люди хранили в таких тыквах воду, они очень хорошо сохранились. Не нагревались. Не нагревались. Еще в таких контейнерах, сделанных из тыквы, люди хранили воду. Это мой инстаграм-аккаунт. Так. Он называется... Art of Orient. Угу. Art of Orient. Поэтому, друзья, если заинтересовались подобным искусством, можете... Пишите. Здесь вот контакты есть. Е-мейл, телефон. И вы сказали, через два месяца вы что? У нас будет онлайн-магазин, который из разных стран, ну, Worldwide. Угу. И у нас мы еще... У нас будет Worldwide Shipping. Вы можете покупать через любых картах у нас в онлайн-сайте. Поэтому, друзья, если заинтересовались, можете сюда либо приехать, либо через два месяца вот у ребят будет онлайн-магазин, где вы можете заказывать... И еще вы можете покупать наши продукты на онлайн-маркетплейсе Etsy. Угу. Вот так. Etsy. Хорошо, спасибо вам большое за экскурсию такую. Спасибо, что рассказали интересную книжку. Рады были зайти к вам посмотреть на ваше творчество, потому что я вот иду... Давайте я вам подпишу. Здесь стандартные, да, как бы сувенирчики, а у вас это такое уникальное. Сейчас мы идем гуляем по аллее. Здесь много различных садов, деревьев. Очень красивая территория. Направляемся еще в одно здание. Мы подошли к еще одной постройке. Это мавзолей Хазрати Имам. Одна из главных постройок этого комплекса, потому что здесь находится мавзолей. Многие приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на него, потому что эту личность почитают во всем мире. Сейчас я зашла в Испальницу, и видите, по всей видимости, это вот и есть могила Хазрати Имам. О чем гласит следующая табличка, которая располагается чуть по отре, но там наверху. Рядом в здании в этом же комплексе находятся могилы и других известных людей, которые выполнены из желтого кирпича, так же, как и само здание. Но они более новые, потому что эти правители, скажем так, правили не так давно, но только вот эта, наверное, одна из самых таких более древних. Вообще, это главная площадь, главная религиозная площадь. С правой стороны от меня находятся современные здания этого комплекса. Здесь находится главная мечеть. Все остальные постройки, они более-таки ранние, более старинные. А еще здесь ребята запускают воздушных змеев. Если мы ребят видим, то змеи вот там вот высоко-высоко, они белого цвета, плохо видны. Ярко светит солнышко, и я на самом деле радуюсь сегодняшней погоде, потому что вчера мои друзья посылали мне фотографии и говорили, как в Москве холодно, и то, что у них даже в мае был снег. Друзья, если вам интересна история этого места, я думаю, вы без труда найдете всю информацию в интернете, а мы с вами лишь прогулялись по небольшой части этого архитектурного комплекса. Как всегда, нас спасает приложение Яндекс.Го. Благодаря этому такси мы добираемся до любой точки, что в Казахстане, что здесь, в Узбекистане, стоимость, я еще стоимость хотел добавить, что очень дешевая, в переводе на российские рубли где-то от 50 рублей до 200. Единственное, что в Казахстане у меня была прикреплена российская карта, и она вообще просто работала на ура. А здесь наша карта не работает. Как только мы приехали, да, она перестала работать, я пытаюсь еще мир туда подключить, но... Поэтому мы либо с таксистами расплачиваемся рублями, либо еще какие-то способы здесь изобретаем. Кстати, самый популярный автомобиль здесь, это Chevrolet Spark. Если вы не знаете, что такое Chevrolet Spark, это такая четырехместная маленькая машинка, которая не обладает даже багажником, но самая популярная в Ташкенте, по крайней мере, ну и думаю, наверное, в Узбекистане. И вообще Chevrolet самая популярная марка. А, собственно говоря, куда мы приехали? Мы приехали в ресторанчик, вот здесь находится за нашей спиной ресторан мясной кухни. Говорят, что это лучший мясной ресторан в Ташкенте. Проверим это? Да, пошли. Ребята, можно сказать, что мы тут празднуем, наш первый день в Ташкенте. Ресторан называется «Грец», потому что так переводится с французского языка «мясо на гриле». Взяли себе бутылочку вина белой и сухой, Кирилл взял разливное пиво, кстати, здесь оно недорогое совершенно. И еще мы заказали себе различное мясо на гриле. Я взяла себе бараньи ребрышки, а Кирилл взял себе филе миньон. Также взяли различные овощи, салатики, скоро все увидите. Так, друзья, подтверждаю, что салат очень вкусный. Особенно мне понравилась заправка и грецкий орех. Там есть грецкий орех и обычный, по-моему, да, и вот такой вот в кожурке, который прям как в варенье, очень вкусный. Также нам принесли булочки, булочки луковые. Ну и ждем наше основное блюдо. Мы заказали чайничный стульчик, там его уже принесли. Отдельно подается лимонный соус. Становится немного шумно, потому что ресторан популярный. Немножко добавил. Вкусно, горячий. Да, друзья, вот мы с ним за столиком, у нас с одной стороны, с другой стороны уже подошли гости, поэтому в ресторане шумно и могут издаваться страшные-страшные звуки. Потому что сидят там мужская компания, здесь смешанная компания. Все очень активно что-то обсуждают. Сегодня еще праздник, поэтому кто-то отмечает его. Ну, а мы отмечаем наш первый день в Ташкенте. Чечевичный суп мы, конечно, уже много раз пробовали, особенно, наверное, где-то в Турции, да, еще в Южной Америке. Вот. Но он вкусный, наваристый, подается с сухариками и лимон по вкусу. Мы принесли наше основное блюдо. Это у нас такая тарелка мясная. Здесь у нас и говядина. Здесь караигненка, лук, морковка, овощи, гриль. Овощи, это, естественно, перчик, баклажанчики, кабачочки, ну, и еще грибочки. Отдельно подают соус острый, различный, всем известный табаско. Ну, давайте что-нибудь уже пробовать. Ой, еще картошечку нам принесли, запеченная. Картошечка запеченная, спасибо большое. Ага, спасибо. Запеченные фольги, картошечка с маслом. По-домашнему. Угу. Мясо, правда, вкусное. Такое, знаете, оно медиум-медиум прожарочек, такая мягенькая. Здесь, кстати, еще тоже соусом все полито. Да, приготовлено все на гриле. Немножко процесс приготовления я вам снимал. Чуть-чуть кадров было, поэтому вы все видели. Красный лучок, перчик, все горячее, вкусное. Мне кажется, сегодня мы сделали идеальный филар, потому что у нас был один салатик, один сурчик и горячее. Поэтому нам всего хватило. Мы наелись, но не переели, как это обычно бывает. Горячее у нас, правда, была такая сборная солянка. Там было сочетание нескольких различных блюд. Стоила данная тарелка мясная около 50 долларов в переводе. Ну, примерно, примерно. Вот, и все было очень-очень-очень вкусно. Ну что, друзья, это наш был первый и, видимо, последний день в Ташкенте. Завтра мы уже отправляемся в Самарканд. Возможно, в Ташкенте не так много исторических достопримечательностей, поэтому мы хотим посмотреть, знаете, в самый глубь истории и отправимся еще по старинным городам. Ну, это уже в следующих выпусках. А этому выпуску не забывайте ставить лайк, друзья, если вы уже были, либо хотите посетить Узбекистан. Пишите комментарии. Всем пока. Всем пока. Все, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok